У меня есть товарищ, который владеет своей шиномонтажкой. Ну, как бы ничего особенного. Шиномонтажка – это шиномонтажка. У него есть рабочий персонал. Периодически люди приходят, уходят. Ну, все вы понимаете. И вот в один прекрасный день к нему приходит женщина, довольно-таки пожилая, и говорит, возьмите моего сына на работу. Он говорит, ну, возьмите. Он на тракторе умеет ездить. У него права есть на трактор. Он на заводе работал, на злине на тракторе ездил. Говорит, ну, хорошо, пускай приходит. Та про себя думает. Бляха, мать приходит просить за сына устроиться на работу. Он приходит, говорит, сколько тебе лет? 23. 23 года. Баба у тебя есть? Чел не ожидал такого вопроса. Вообще не ожидал. На собеседовании баба у тебя есть? Собеседование для устройства на работу? Нету. Дрочишь? Чел вообще, говорит, растерялся, бедолага. Глазами луп, луп. Пацану 23 года, мать его привела на работу. Нет. Бабы нет и не дрочишь, да? Ну, я не знаю, нужны ли нам такие люди. Куришь? Нет, не курю. Ну, пьешь, наверное? Это я не выдумываю. Это серьезная история. Он мне рассказывал ее на самом деле. Я ни с головы ничего нету. Не пью. Не пьющи я. Ну, он ему говорит, ну и нахрен ты мне нужен. Ладно, бля, ты не пьешь, не куришь. Говорит, я сам не курю. Говорит. Ну, периодически бухаю. Ну, блядь, бабы у тебя нет. И ты еще говоришь, что ты не дрочишь. Что там у тебя за право? Трактор? МТЗ? А где ты работал? Завод! Я работал там... Короче. Ладно, дам тебе один шанс. Не пьющий, не дрочащий, не курящий и без бабы. Поработаешь у меня неделю, вот тебе практика. А там посмотрим дальше, как сработаешься с коллективом. Короче, он проработал неделю, потом он его уволил. Коллектив говорит недалекий, недопонимает, и говорит, вещи... В общем, недочул, недоспел, недоглядел. Коллектив порешал, что им такой работник не нужен, потому что не договорились они с этим работником. Но дело не в работнике. Дело в том, что я тебе рассказываю о том, как проходит собеседование в Республике Беларусь. Вот примерно, блядь, собеседование 21 века. Никакого эти образования, нигде вы работали, какие у вас перспективы, на что вы надеетесь, ваши планы на 5 лет, кем вы будете. Баба есть, пьешь, куришь. Вот таким вот образом у нас люди сейчас, в 21 веке, устраиваются на работу. Учитесь, господа, учитесь.